Операторы Операторы все более и более аккуратно подходят к планированию своей инвестиционной деятельности. Они более и более аккуратно смотрят на затраты на сеть, как капексные, так и опексные. И это является ключевым моментом для того, чтобы определять дальнейшее развитие компании. Улучшение работы с отдельным клиентом, улучшение опыта отдельных клиентов, это может стать важным конкурентным преимуществом на современном насыщенном рынке. То, как мы строили сети раньше, так сейчас строить в принципе нельзя. Бизнес-модель не работает, и любой бизнес-кейс не сходится. Каждая из организаций самостоятельно выбирает для себя модель организации управления, в том числе удаленного и аутсорсинга, и также самостоятельно определяет для себя оптимальный режим оптимизации затрат. Я приветствую всех телезрителей телеканала «Конференция ТВ». Добро пожаловать на пятую международную конференцию «Managed Services 2014». Оптимизация затрат операторов, аутсорсинг сетевой и IT-инфраструктуры, совместная эксплуатация сетей связи. Сегодня вы познакомитесь с опытом крупнейших операторов и поставщиков решений по ключевым темам конференции. Итак, смотрим третью часть. Коллеги, добрый день. Это немножко неожиданно оказался. Валерий Олегович Тихвинский по пробкам к нам пробирается, как Дед Мороз с Автозаводской. Как только он появится, я трон освобожу, а пока буду временным модератором. Наша сессия номер два посвящена теме совместного строительства и эксплуатации сетей связи и уже анонсированный в первой сессии доклад Юрия Маленкова, директора по планированию и развитию сетей доступа компании «Вэмпилком» про оптимизацию затрат на аренду технологических позиций. Спасибо еще раз. Я вот отсюда буду с вами говорить, чтобы ближе было и интереснее для вас. Выступаю второй раз с этой темой, не здесь, на этом форуме, а второй раз в сезоне «Осень-2014». Почему? Потому что есть чем поделиться именно с точки зрения, может быть, даже смены курса, которая происходит сейчас у операторов сотовой связи. Не могу сказать смены парадигмы. Нет, мы продолжаем, согласно лицензии, окажут услуги и все хорошо, но бизнес-модель точно меняется. Бизнес-модель меняется из-за того, что у нас меняются технологии связи и потребность наших клиентов, то есть все больше и больше людей со смартфонами, все больше и больше людей живут в соцсетях и работают, по большому счету, уже не в коммутируемых каналах для того, чтобы добраться друг до друга голосом, а именно достаточно широко, емко для себя, для информации, для всего окружающего общества посредством интернета, посредством вот таких общедоступных сетей. Соответственно, при переходе к этой новой веянии, которая происходит вообще, я бы сказал, даже не в отрасли, а в целом мире, требуется определенная, наверное, реорганизация и перестройка наших действий по отношению к строительству сетей. Вот мы первую часть нашего саммита говорили об эксплуатации, а я вот сейчас как раз хочу сказать и о строительстве и эксплуатации, потому что то, как мы строили сети раньше, так сейчас строить в принципе нельзя. Бизнес-модель не работает и любой бизнес-кейс не сходится. Небольшие вот статистические данные, которые, они взяты из открытых источников нашими аналитиками, которые показывают, как после 2008 года развивается рынок мобильных услуг в стране. То есть видно, что до 2008 года это был некий экспоненциальный рост, наверное, да, тут экспонента, а дальше мы прирастаем семью процентами в год. Ну, даже не в год, а вот в горизонте там последних пяти лет. И прогноз на ближайшие пять лет это плюс два процента. Вот это то, что вот сейчас происходит, это выручка в миллиардах рублей. Справа там для индикации показаны, соответственно, континенты, где тренды, они, может быть, даже еще хуже. То есть мы, как ни странно, находимся там на более эффективном рынке, но тем не менее плюс семь процентов это не плюс тридцать девять. В то же время в наших сетях, и опять ни для кого не секрет, это тоже открытые данные, у нас трафик растет экспоненциально. И конца этому там ближайшие точно там три и даже пять лет нет. То есть мы вынуждены, соответственно, использовать тот спектр частотный, которые у нас есть, и те технологии, которые у нас есть, прокачивать этот трафик. Это востребованность сетей. То есть вы, как клиент, купив смартфон, вы все равно будете хотеть там большие скорости и будете чувствовать себя, может быть, ущемленными, если оператор не может это предоставить. У оператора достаточно ограниченный набор ресурсов для того, чтобы это сделать там и сделать нормальное качество. Это количество базовых станций, этот узкий частотный спектр и наличие технологий. И даже при переходе к технологии ЛТЕ мы все равно сталкиваемся с тем, что вот ширина полосы у нас, она недостаточно, ввиду того, что спектр в России он достаточно ограничен. И дальше мы начинаем думать о рефарминге, о переводе сети, там, GSM и 3G в частоты, вернее, эти частоты, соответственно, под технологией ЛТЕ. Либо мы должны строить массово базовые станции. Причем доступность базовых станций, вот там в местах скопления трафика, это там наиболее густонаселенные и посещаемые места в городах, она сейчас, ну, где-то может быть 400-500 метров там расстояние между базовыми станциями. Вот будем строить еще чаще, то есть, причем еще ближе к клиенту, это последствиям эндора, там, последствиям развешивания смол селлов на столбах или других каких-то там архитектурных малых формах в городах. То есть, расстояние, оно существенно сократится, но таким образом должно существенно увеличиться количество этих сот. В результате мы видим, что капзатраты, они по-прежнему растут, вот это сделано в горизонте 2009-2013 год, опять открытая информация, но в то же время видим, что стоимость владения всей этой инфраструктурой, она тоже растет. То есть, допустим, если у нас по бизнес-кейсу проходит вот капекс, то есть то, что мы тратим на оборудование, на стройку, и, соответственно, устанавливаем эти базовые станции, но у нас дальше, вот этим тяжелым временем на нас все больше и больше накладываются опексные расходы. И получается очень интересный парадокс. Мы вот считали, когда бизнес-план там на ближайшие три года, получается, что с какого-то периода, это даже со следующего года, строить новые базовые станции невыгодно, потому что тяжелый опекс, владеть этой сетью тяжело. И когда мы говорим о операционных расходах, то мы в первую очередь говорим, вот хорошо, там коллега из Мегафона разложил это все по полочкам. Понятно, что это есть расходы на содержание предприятия, на сотрудников и так далее, но дальше мы смотрим, что основная статья, которая тянет оператора вниз, это сайт-ренд, это аренда сайтов. То есть это, если говорить о технической составляющей, это половина всех расходов оператора, а не на аренду сайтов. Соответственно, такая дилемма. Либо мы строим, и наш бизнес в ноль, а иногда в минус, потому что выручка, вы видели, как растет. Либо мы не строим вообще, что тоже у вас, как потребителей, высокотехнологичных приборов, наверное, не устроит. Поэтому наша задача обратить внимание сейчас, причем не только наше, а всех операторов, которые работают на рынке, на стоимость владения непосредственно сайтами тем, что и формируют структуру сети. В этой связи, когда мы посмотрели на мобильную сеть, вот здесь вот данные, они указаны в том, вообще, что операторы на рынке, собственно, арендуют. Я хочу сказать, что вот тоже интересная ситуация. Вы нигде в стране не найдете арендатора, который больше арендует, чем сотового оператора. То есть сотовый оператор – крупнейший арендатор в стране. Причем мы арендуем все, что, хотел сказать, шевелится, все, что не шевелится. То есть недвижимость, земельные участки, мы арендуем, стоим там на бизнес-центрах, мы стоим на мачтах и АМСах Ростелекома, РТРСа. Мы размещаемся там, не буду там даже говорить, ну, в курятниках и на гаражах, там, где угодно, для того, чтобы сотовая связь, она имела максимальную площадь охвата. Вот. И в этой связи, видите, какие деньги операторы на троих тратят на, соответственно, аренду сайтов. Вот по нашим оценкам 80% рынка сформировано тремя игроками. Для того, чтобы подойти к этой задаче, как ее снижать? То есть вы помните, когда сотовая связь начиналась, как все это формировалось, 20 лет формировалась стоимость. Она считается рыночной, на самом деле она глубоко не рыночная. Потому что рыночная стоимость – это когда вы арендуете квартиру или покупаете ее. А когда вы приходите на сайт, это не рыночная стоимость. То есть она сформирована уже вами. То есть мы сами, вот операторы, когда-то начинали платить эти деньги, когда бизнес был высокодоходным, высокомаржинальным, мы могли платить какие-то деньги. Причем это были деньги виртуальные, я хочу сказать. Сотовые операторы заходили на сайты в 90-х годах, давая телефоны взамен. Это бартерная схема. И, соответственно, на тот момент не платя ничего. Потом, когда уже в начале 2000-х перевели эти телефоны на деньги, тут-то и выяснилась очень интересная ситуация, что надо теперь платить живыми деньгами по ставкам, которые там не соизмеримо выше. И сейчас для того, чтобы разместить какую-то там, не знаю, там маленькую коробочку, тот же small sell, на вот столбе освещения, мы должны оплачивать по стоимости в Москве, как там за аренду, одна двухкомнатная квартира в месяц. Представляете себе? То есть эта коробочка точно столько денег не приносит. И вообще самый замечательный бизнес для арендодателя получается. Он не вкладывает капекса вообще ноль. Но получает доход больше, чем оператор. То есть замечательный бизнес. И на самом деле он, наверное, неправильен с точки зрения самого оператора. Потому что брать больше клиентов мы не сможем. И это неправильный путь. Он, в принципе, неправильный. Наоборот, как раз клиент должен получать больше услуг за сопоставимые деньги. Это такой тренд на развитие правил вообще любой экономики. Если к вам придет кто-то с протянутой рукой, там из трех операторов скажет, дайте больше денег, там еще 100 рублей в пользу. Ну, есть такие. Это не только не сотовые операторы. Это там из других отраслей. Может быть, и из нашей отрасли. Но это другие операторы. Это неправильный путь. Правильный путь другой. Правильный путь смотреть на свои косты. Да, вот мы первую половину дня смотрели с вами о том, как бы снизить стоимость на обслуживание сети. А я вам сейчас расскажу о том, как бы снизить стоимость владения сети. Это тоже огромный кусок, который все время находился за кадром. Мы препарировали, на самом деле, наше владение, и мы поняли, что 74% всех денег, которые мы платим за наши более чем 30 тысяч сайтов, мы платим коммерческим организациям. На самом деле это, наверное, неплохо. Но, с другой стороны, это определенный тренд. Это юридические лица, те, кто считает своей основной деятельностью получение прибыли. На втором месте тоже интересна госмонополия. То есть, если смотреть, я не знаю, здесь слайд есть. Нет, нет. Госмонополия. Это вот кусок, он на самом деле может быть меньше на втором месте, но, с другой стороны, по цене аренды он самый дорогой. То есть, все, вот мы говорим, регулятор помогает и так далее. Но, на самом деле, государственные монополии, не буду стесняться, скажу, это РЖД, это Ростелеком, это РТРС. То есть, те организации, которые имеют свою инфраструктуру, специализированную для предоставления услуг связи, на сегодняшний день самые дорогие для сотовых операторов. И, может быть, знаете, дикость ситуации состоит в том, что даже когда стоит правильная телекоммуникационная вышка, и с точки зрения техники, ты понимаешь, что лучше туда встать, надежность, электроснабжение, высоты подвеса, обслуживание и так далее. Но когда там ценник чуть ли не с пятью нулями, после единички в месяц, и когда рядом стоит скромное сооружение, трехэтажное, с крышей, к которым совершенно адекватные деньги, знаете, 25 раз подумаешь, прежде чем встать на такой объект. То есть, это вот тема, которая точно для диалога дальше и для дискуссии пойдет. Некоммерческие организации, муниципальные организации. Здесь доля маленькая, но здесь самые маленькие ценники для нас. То есть, мы здесь видим как раз потенциал развития. Почему туда в свое время не вылезали в большем объеме? Тяжело договоры заключать. Там сложная процедура, она, во-первых, непрозрачная, до конца никогда не знаешь, как доберешься. И плюс к тому капексы в сотовых компаниях, они, знаете, имеют жизнь год. То есть, ты в год должен уложиться, найти этот сайт. Если ты его не нашел, твой капекс, по большому счету, не факт, что достанется тебе же там на следующий год. Поэтому вот такие длинные сложные объекты, как правило, выпадали из рулаута в компании. И в результате вот эта доля вроде как хороших, правильных объектов с точки зрения спокойствия, владения и стоимости, она выходила из рулаута. Ну и, собственно, жилой недвижимости. При том, что мы должны быть ближе к людям, наша сеть говорит о том, что мы максимально отдаляемся от них, особенно в спальниках. Но вот это вот тренд, который надо, собственно, ломать и менять. И глядя на эту препарацию, вы можете видеть, что если мы говорим о том, что мы должны дальше строить много в густонаселенных местах, где высокая стоимость аренды и, соответственно, там высокая проходимость людей и так далее, то мы не можем это делать в существующей структуре. Просто эта модель в принципе не работает. Еще раз говорю, бизнес-кейсы наши не сходятся ни в чем. Они в горизонте года, там трех лет. То есть, когда мы видим, что мы не вкладываем даже в обеспечение емкости, то есть у нас не остается средств на поддержание сети. Я не говорю про развитие, покрытие новых территорий и так далее. То есть, точно надо что-то в этой жизни менять. Соответственно, такая кампания началась. Вот это на самом деле, может быть, зря я назвал кампанией, это такой уже будет постоянный устойчивый тренд в МПЛКОМе. Мы не только в рамках этой конференции, но и там различными другими способами будем вам знакомить с тем, как это происходит. Потому что там огромный спектр инициатив, направленных, соответственно, на взаимодействие с арендодателями, на взаимодействие с другими операторами, на работу внутри компании с мотивацией персонала. Это тоже отдельная тема, которая никогда не была исследована в полном объеме ни в одном сотовом операторе. Которая в конечном итоге должна привести нас в горизонте трех лет к существенному снижению средней стоимости. Если говорить об абсолютных цифрах, я могу сказать, что тот тренд, который мы задаем на рынке, а он ПЛКОМ лидер в этом виде спорта. Тоже на всякий случай скажу, как аутсорсинг, мы на месте не сидим. То есть мы хотим понизить среднюю стоимость именно новых сайтов аренды уже сейчас в половину. То есть в горизонте владения общей цифрой, это, конечно, будет, учитывая то, что уже арендовано 30 тысяч объектов по каким-то ценам, будут немного другие цифры, но все равно это очень существенное снижение. И я вот хочу до вас донести, по сути, донести до наших партнеров, донести до рынка, что это не прихоть какая-то, и не начиная компанейщина состава руководителей в компании. Нет. Просто по-другому ни у нас, ни в МТС, ни в Мегафон не сходится дальнейшее развитие. Не работает. Да, есть там варианты актившеринга, есть еще какие-то варианты, но вот работать, скажем так, в хороших крупных регионах, там, с большим проникновением смартфонов, с большим дата-трафиком, не получается по-другому. Надо снижать аренду. И мы этим вопросом занялись. Для сегодняшнего саммита я хотела... А я стесняюсь спросить, сколько минут у меня? Понятно. Прошу прощения. Тогда вот основное, что хотел до вас донести. То есть мы ходили к арендодателям сами на полусогнутых, все время просили. Теперь ситуацию хотим поменять. Выходит, 1 ноября в новом дизайне наш сайт, на котором любой владелец недвижимости, владелец земельных участков страны может разместить свою заявку на наше строительство базовой станции. То есть мы хотим сделать этот рынок конкурентным с точки зрения арендодателя. То есть мы не будем просить, мы будем выбирать. И учитывая то, что рулауты, они в горизонте, вот в кризисной ситуации в стране, они пересматриваются большей частью в понижение. У нас, я думаю, появится вот такой хороший механизм существенного снижения средней стоимости путем рыночного, по сути, введения рыночного механизма на рынок аренды. Вот это вот основная часть, и поэтому вы здесь можете донести, это будет работать во всей географии страны, что данная услуга, она вот впервые выходит. Я не могу сказать, что в мире такие есть, такой опыт есть, но тем не менее Россия, она все равно вот впереди. Вот мы, по крайней мере, на российском рынке такого не было. И внутренние процедуры в компании мы выстроили таким образом, что в первую очередь будут выбираться сайты вот отсюда. Это вот однозначно, и, соответственно, вот тот посыл, который я вам хотел донести. Про регуляторику говорить не буду. Здесь, наверное, состав участников, он немного другого плана, но хочу сказать, что и будем работать с жилищным кодексом, будем работать с другими нормативными документами, для того, чтобы упорядочить и заход на объект, и, соответственно, упорядочить владение. Спасибо за внимание. Коллеги, у вас есть возможность задать один вопрос, потому что по времени. Пожалуйста. Добрый день. Алексей Шалагин в компании Huawei. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к тому, чтобы избавиться от этих расходов по аренде сайтов и так далее? То есть принять на вооружение, ну вот если бы у нас, скажем, была бы реализована упоминавшаяся здесь американская модель, что есть оператор сети доступа, который будет, так сказать, централизованно решать все эти вопросы, строить башни, строить сайты и так далее. То есть вы им просто звоните и говорите, что вот там вот будет, скажем, у нас там скоро строится большой бизнес-центр, нам там нужно сделать покрытие, вот с таким TSLA и так далее. Вот они там через месяц, предположим, или два разворачивают там всю инфраструктуру, вы с ними подписываете договор и больше, как говорится, не паритесь. Я был бы счастлив. Нет таких компаний. Некому звонить. Никто через месяц не построит. Конечно, конечно. Я бы с удовольствием звонил бы и размещался. Вот пока что есть. Пока звонишь, придут, дай бог, через месяц. А если придут, еще будут там шесть месяцев думать. А если ты подписываешь договор, то еще не факт, что там построят в сроке. А еще если построят, то это будет там гораздо дороже, чем бы ты это сделал. Пока вот это так. Нет такого рынка, к сожалению. У нас, я не хочу сказать, рисковый рынок. Это сейчас, в период кризиса, да, действительно ситуация, она может быть неординарная. Но даже в период такого вот хорошего рассвета и жирных рулаутов в каждом операторе не появилось таких, к сожалению. А я бы с удовольствием таким звонил бы. Юрий, спасибо большое за ответ. Коллеги, следующий вопрос. Это взгляд компании Huawei на переход от управления сетью к управлению услугами. Петр Притеченский представит свой доклад. Он руководитель направления улучшения качества услуг и клиентского опыта. Добрый день, коллеги. Спасибо. Меня зовут действительно Петр Притеченский. Представляю компанию Huawei. Хотел бы поговорить о любопытном таком аспекте аутсорсинга, эксплуатации сети, а именно управлении услугами, которые эта сеть оказывает. Менедж сервисов сегодня. Что это и какой типовой объем этих услуг? В России, как правило, эта услуга состоит из двух частей. Это прежде всего центр управления сетью, эксплуатация, и полевые операции, field operations. Ситуация в мире немножечко шире, немножечко лучше. И кроме НОКа, центра управления сетью, и field operations, также встречаются контракты, в которых присутствует услуга управления запчастями, SPMS, а также в некоторых случаях, не всегда, это услуга поддержания производительности сети на заданном уровне. Видно, что фокус делается прежде всего на эксплуатации сети, как и следует из названия. То есть на таких вещах, как количество инцидентов, решенных в срок, количество заявок, решенных в заданное время. Чего же здесь не хватает с точки зрения компании Huawei? Здесь отсутствует вопрос управления услугами, такими как голос, данные и так далее, которые сеть оказывает. А также здесь отсутствует вопрос управления абонентским или клиентским опытом, как его иногда называют по-разному. Хочу остановиться на этом чуть подробнее. Многие операторы сейчас ставят управление услугами, особенно развитие управления абонентским опытом, так называемую тему CEM, Customer Experience Management, во главу своей стратегии развития на ближайшее время. И видят, кстати, не только в телекоме, видят, что улучшение работы с отдельным клиентом, улучшение опыта отдельных клиентов, это может стать важным конкурентным преимуществом на современном насыщенном рынке. И вот этот вопрос, а именно управления услугами, управления клиентским опытом, в настоящий момент в контрактах Managed Services зачастую отсутствует. Чуть подробнее о сложностях управления клиентским опытом. Когда у нас были сети 2G, то, как правило, услуги и клиентский опыт сводились к основным KPI функционирования сети. Там было все понятно. У нас была фактически одна услуга – голос, у нас был небольшой набор KPI, в которые мы смотрели, все было просто и понятно. Но потом появились сети 3G и 4G, и они характеризуются прежде всего тем, что существенно увеличилось количество оказываемых услуг. Прежде всего в части передачи данных. Поменялся характер использования абонентами всех этих услуг, появились смартфоны, планшеты и так далее. И стало понятно, что KPI, ключевые индикаторы производительности сети, они не отражают в достаточной степени качество оказываемых услуг и качество абонентского опыта, который, получается, складывается у наших абонентов. Также в эпоху 2G все было понятно, что делать, если происходит какая-то проблема. Был контактный центр, абонент звонит, абонент жалуется на что-то, у нас услуга одна, голос, заявка передается в НОК, НОК разбирается, что-то решает, проблемы, например, устраняются, и все хорошо. В эпоху 3G и 4G, в которой услуг у нас становится намного больше, и они становятся, что очень важно, намного сложнее, уже все не так просто и понятно. Зачастую абоненты жалуются очень мутно, то есть вроде как услуга есть, но она вроде как не очень хорошая. Например, медленный интернет. То есть вот он есть, но он плохой. И кто же должен разбираться с такого рода проблемами, кто должен их выявлять, анализировать, определять причины и устранять. Компания Huawei считает, что этот вопрос эффективно решается путем создания центра управления услугами. Мы называем это СОК, Service Operation Center. И это организация внутри организации, о которой я хотел бы чуть подробнее сейчас рассказать, и мы предлагаем ее как часть менедж-сервисов. Чем же должен заниматься СОК? Мы видим четыре основных, фундаментальных задачи, которые должен решать центр управления услугами, но я сразу подчеркну, что это не единственные задачи, которые необходимо решать. Первое. Это реактивная поддержка абонентов. То есть именно центр управления услугами должен взять на себя вопрос детальной отработки жалоб абонентов на качество услуг, на качество связи. То есть такие вот мутные вещи, как медленный интернет, там не могу открыть страницу, там не работает приложение, должны детально решаться в центре управления услугами. Второе. Это проактивная поддержка. Проактивная поддержка имеется в виду проактивное выявление проблем с услугами еще до того, как абоненты начнут жаловаться на эти услуги. Я хочу подчеркнуть, что мы здесь говорим именно об услугах. Данные, голос. Данные мы разделяем на, соответственно, массу других услуг, таких как Facebook, Одноклассники, браузинг, стриминг и так далее. Еще две важные задачи – это борьба с оттоком удержания абонентов и поддержка маркетинга. Именно центр управления услугами должен стать той организацией, которая будет поддерживать маркетинг с точки зрения предоставления различных отчетов, определения абонентов согласно заданным критериям, то есть сегментации и так далее. Также центр управления услугами может эффективно выделять абонентов, которые наиболее всего страдают из-за плохого качества услуг или сети, для того, чтобы маркетинг мог эффективно их удерживать в наших рядах, то есть тем самым снижая отток. Следует также отметить, что с разными абонентами имеет смысл работать по разным критериям. Например, VIP-абоненты требуют быстрой реакции на свои проблемы. Другие сегменты рынка могут обрабатываться чуть медленнее, с какой-то чуть большей задержкой. Но тем не менее, вот эти четыре основные задачи мы видим, что центр управления услугами может эффективно решать. Центр управления услугами не замещает и не заменяет какие-либо существующие организационные подразделения внутри операторов. Он их всех дополняет. Он становится связующим звеном внутри оператора для того, чтобы сфокусироваться на абоненте и на услугах. То есть для того, чтобы операторы могли перейти от модели бизнеса, ориентированной на сеть и качество работы сетевых элементов, к клиентоцентричной модели, где в центре бизнеса находится все-таки абонент со своими проблемами и со своим плохим или хорошим клиентским опытом. Например, как я уже сказал, центр управления услугами плотно взаимодействует с поддержкой, получая от них жалобы клиентов на качество услуг, решая и возвращая результат. Центр управления услугами взаимодействует с Центром управления сетью. Центр СОК выявляет проблему и передает ее в ног для дальнейшего решения. Поддержка маркетинга, поддержка продаж, например, выявление сегментов абонентов, активно использующих определенные услуги для того, чтобы им можно было предложить какие-то более интересные условия. Поддержка планирования, работа с контент-провайдерами. Центр управления услугами должен выявлять ситуации, когда за плохим качеством стоит не оператор, а стоит провайдер услуг. То есть, например, вот тот ресурс, которому абонент пытается получить доступ, но не получает по причине неработающего сервера, например. Абоненты склонны думать, что во всем виноват оператор связи, что не так. В некоторых случаях виноваты контент-провайдеры. И именно Центр управления услугами должен оперативно такие ситуации выявлять. Таким образом, как это технически реализуется, здесь нужно отметить вот что. Из нашего опыта построение Центра управления услугами, это не означает внедрение пробников, собирающих информацию обо всех событиях на сети и как-то там привязывающих это к системам ОСС. Также мы считаем, что неэффективно давать Центру управления сетью дополнительные источники данных, как те же пробники или системы ОСС, потому что Центр управления сетью должен заниматься своей работой. Создание Центра управления услугами это существенно более сложный процесс, который с нашей точки зрения состоит из пяти этапов. Во-первых, это системы, которые будут реализовывать сбор данных и их анализ. Второе, это люди, которые будут этим заниматься. Третье, это бизнес-процессы, которые необходимо будет выстраивать. Четвертое, это критерии того, что такое хороший опыт, что такое плохой опыт, как измерять услуги, как измерять опыт и так далее. Но пятое и самое главное, это необходимость изменения менталитета, то есть трансформация от фокуса на сеть и сетевые элементы на фокус в отношении абонента. И, как я уже сказал, Huawei предлагает вот это все мероприятие в виде менедж-сервисов. Почему? Потому что у нас есть опыт, большой опыт, более 20 проектов в мире, где мы запускаем это как аутсорсинговую услугу и у нас есть практический опыт реализации, во-первых, процессов, во-вторых, построение вместе с оператором организации, людей, которые будут всем этим заниматься. У нас есть очень большой опыт измерения услуг и клиентского опыта, то есть определение того, как именно это все мерить, как определять, что такое высокое, хорошее, среднее, плохое или очень плохое качество услуг. И у нас есть системы, которые позволяют все это реализовать. У нас есть опыт, так сказать, сквозной реализации подхода к измерению услуг и клиентского опыта. И в заключении я хотел бы отметить, что за реализацией вот такого центра управления услугами стоят вполне заметные экономические преимущества. Во-первых, абоненты, в силу того, что у нас появляется организация, которая эффективно решает проблемы с качеством услуг, абоненты видят, что услуги становятся лучше и начинают больше ими пользоваться. Соответственно, оператор получает дополнительные деньги. В силу того, что мы снижаем количество проблем с услугами, оператор теряет меньше денег из-за проблем с этими услугами. Повышается эффективность эксплуатации сети, быстрее обрабатываются заявки. Они решаются в большем количестве. Они чаще решаются в рамках первого обращения абонента. Ну и, что, наверное, самое главное, это снижение оттока из-за качества услуг и качества из-за низкого клиентского опыта. Повышается успешность удержания абонентов, потому что мы имеем возможность с помощью наших инструментов определять тех самых несчастных абонентов, проактивно по ним работать для того, чтобы их удержать. как я уже сказал, у нас большой опыт, у нас есть более 20 проектов, где вот это все успешно реализовано и работает. И в заключение отмечу, что мы считаем, что вот это направление, на которое нужно обратить сейчас особое внимание при обсуждении менедж-сервисов. и хочу сказать, что мы работаем в России в этом направлении и надеюсь, что на следующей конференции уже сможем поделиться какими-то более конкретными результатами реализации таких проектов в России. Спасибо за внимание. Есть ли какие-то вопросы? Петр, спасибо большое. Вопросы есть? Если можно, у меня, Петр, к вам вопрос. Значит, вот вы сейчас позиционировали, вообще доклад позиционирует переход к управлению сетью, как там написано, переход от управления к сетью к управлению услугами, вы фактически предлагаете дополнительную услугу, то есть от управления сетью вы не отказываетесь, предлагаете аутсорсинговую дополнительную платную услугу оператору. Совершенно верно. Я понял. Второе. Система мониторинга, она, так сказать, собирает все квозы и quality of experience, то есть стандартная операция, операторская. То есть вы дублируете эту систему или вам нужен интерфейс между службой мониторинга оператора и вашим решением? Я чуть подробнее отвечу на первый вопрос. Вы уточнили относительно управления сетью, управления услугами. Мы считаем, что задача управления сетью важна, она никуда не исчезает, она остается. А управление услугами, управление абонентским опытом это дополнительное мероприятие. Что касается систем, как мы видим, на сегодняшний день у большинства операторов все-таки нет достаточно эффективных систем, которые позволяют собирать информацию по услугам по каждому абоненту. То есть системы ОСС, которые присутствуют, они так или иначе ориентированы на сбор информации о производительности сети и сетевых элементов. Просто в них технически отсутствует возможность собирать информацию по всей абонентской базе. А это все-таки очень большие объемы. Это мы говорим про десятки миллионов абонентов. Все знают абонентскую базу в России. И соответственно технически это очень сложная задача, требующая определенных системы есть. И на основании вот такой системы мы эффективно запускаем вот эту дополнительную услугу по управлению услугами и клиентским опытом. Спасибо большое. Спасибо. Коллеги, следующий доклад посвящен не менее спорному вопросу. Это модель МВНО. Представляет его Андрей Панкратов, представитель МГТС. начальник отдела маркетинга. Да, коллеги, добрый день. Собственно сегодня хотелось поговорить про достаточно молодой проект МВНО от лица МГТС, которому буквально еще не исполнилось нескольких месяцев. Коротко, исторически, как компания развивалась, это классически на протяжении долгих-долгих лет это телефон в квартире практически каждого москвича. потом 90-е годы это коммутируемый доступ в интернет, это Dialab, начало 2000-х это IP-телевидение. Безусловно, каждая из услуг развивалась, дополнялась, рядом дополнительных услуг, которые повышали интерес к ней в рамках основной услуги. на основе каналов передачи данных тот же DSL в принципе возможно было оказание ряда услуг, например, охрана пожарной сигнализации. Даже при таком количестве услуг в квартире, в каждой квартире от одного классического телефона все это превращалось в несколько компьютеров, несколько телевизоров, подключенных к услугам. и фактически на протяжении последних лет компания предоставляла услуги фиксированные телефон, интернет, телевидение в пакетах, дополнительные услуги. В среднем, по нашим оценкам, на каждую квартиру приходилось порядка 6-7 терминалов с услугами, которыми абоненты пользовались. Исторически на протяжении многого времени компания действительно использовала исключительно собственный ресурс для оказания всех услуг сети, АТС и прочее. И, по сути, 2014 год так глобально стал в рамках проекта МВНО первым для нас, когда мы начали использовать по сути ресурс другого оператора, компании МТС, для, по сути, оказания четвертой услуги мобильной связи от лица МГТС. Но, прежде чем перейти непосредственно к тому предложению, с которым мы вышли на рынок по сути полтора месяца назад, немножко тоже о развитии компании. С 2011 года компания активно начала реализацию проекта построения оптической сети Джипон по всей Москве. уже сейчас по сути абоненту доступен в каждой квартире интернет на скоростях до 500 мегабит секунду телевидение без потери качества на необходимом количестве телевизоров, которые есть у человека в квартире, включая поддержку HD качества. Дополнительные услуги, да, наверное, на текущий момент они, может быть, не столь требовательны к дополнительной полосе пропускания. Это, например, услуги той же охранно-пожарной сигнализации, услуги, ну, наверное, меньше еще развитой видеонаблюдения, они, по сути, используют дополнительную полосу, которая не используется оптического канала, которая не используется основными услугами и, по сути, не влияют на снижение предоставления основной услуги. То есть, фактически, это классическая сейчас квартира, которая может стать с каналом JAPON в ней и подключением по проводу, по Wi-Fi соответствующих устройств. Почему мы стали смотреть в сторону оказания комплекса услуг и добавления услуг мобильной связи в дополнение к нашим трем фиксированным услугам. Немножко взглянем на мировой опыт. Каким видом широкополосного доступа в интернет пользуются абоненты дома? Тут данные без учета пользования с мобильных смартфонов, хотя многие, переключаясь на Wi-Fi сети, дома пользуются тоже фиксированным ШПД фактически. Картинка свидетельствует, что от 80-90% домохозяйств используют преимущественно фиксированные ШПД дома, и несмотря ни на что основными устройствами для использования дома остаются достаточно крупные устройства. Это настольные компьютеры, ноутбуки, в разных странах есть небольшой разброс, ну и даже смартфоны. По сути мобильные устройства и фиксированные устройства они очень плотно дополняют друг друга. То есть мобильный или смартфон в силу особенностей экрана, в силу безусловно того, что он всегда с человеком и дома и вне дома используется все же для более легких способов общения, это социальные сети, чтение новостей, онлайн банкинг, как это в принципе вещь необходима и здесь и сейчас в какой-то конкретный момент времени. Шоппинг в меньшей степени, онлайн шоппинг, но тоже. В то же время для более тяжелого контента, игры, просмотр качественного телевидения, работа с полноценными документами иногда в виртуальной сети, рабочей, виртуальной рабочей сети из дома, обмен большими рабочими файлами, это, конечно, услуги фиксированного интернета. Как уже сказал, в принципе, мы отталкивались от того, что услуги фиксированные и мобильные очень гармонично дополняют друг друга, при этом востребованность фиксированных услуг очень сильно зависит от, пожалуй, безусловно, это периоды, когда большая часть абонентов находится дома, это вечернее время, выходные дни, это, по сути, периоды концентрации спроса на тяжелый контент, концентрации, причем, географически сконцентрированные, это многоквартирные дома, по сути, когда, благодаря такой концентрации потребности в большом объеме контента, ну, наверное, здесь мобильная сеть будет не самым лучшим способом получения информации, но, в параллельной работе с большими устройствами, с малыми устройствами, они здесь абсолютно дополняют друг друга, когда человек пользуется с телефона, продолжая общаться в социальных сетях или в чем-то, из большого компьютера, например, просматривая фильмы. Фиксированными услугами, это их, наверное, основное отличие от мобильных услуг, в целом, понятно, что есть исключения, пользуются все члены домохозяйства, если телефон, стоящий в квартире, к нему имеют доступ и пользуются в большей, меньшей степени все члены семьи. Фиксированный канал интернет, это тоже компьютер детей, компьютер родителей, ноутбуки каждого члена семьи. Телевизор тоже, в принципе, семейное средство, или там в каждой комнате у кого-то свой, но это тоже услугой как таковой одной пользуются все члены семьи. Услуги оплачиваются фиксированные, оплачивает вся семья, централизованно в нашем едином счете. Отличие восприятия человека фиксированных услуг, это мобильных услуг, прошу прощения, от фиксированных, то, что ими пользуется каждый человек. Как правило, это в большинстве случаев, мы сейчас больше про Москву говорим, это отдельные договора с другим оператором, это отдельные процессы контроля платежа, баланса каждого из мобильных телефонов, ну и, естественно, какое-то ожидание, может быть, в глубине души, кросс-скидки при активном потреблении двух услуг вместе. Это все подтолкнуло к проработке нами проекта по оказанию услуг мобильной связи от лица МГТС. По сути, для абонента это выглядит от одного оператора. То есть, мы сохранили те самые три фиксированные услуги, которые распространяются на все домохозяйство и добавили мобильные услуги, голосовую связь, интернет, ну и в ближайшем времени мобильные ТВ. Сразу скажу, что здесь кроме непосредственно каких-то вещей, связанных с мобильными услугами, мы старались решить и будем стараться решить эту задачу увеличение проникновения услуг фиксированных. В принципе, на текущий момент времени за последние несколько лет развитие сети, оптической сети Джипон в Москве идет активно, на текущий момент времени количество абонентов превысило 900 тысяч, порядка половины таких абонентов пользуются услугами Double Triple Play, то есть, интернет, телевидение в различных комбинациях. но все же остается часть абонентов, которые пользуются одной услугой, двумя услугами, да, соответственно, кроме дополнительного интереса непосредственно в части мобильных услуг, мы в том числе естественно пытаемся решить задачу увеличения интереса, увеличения проникновения доли пакетных услуг, фиксированных, например, дополнительного цифрового телевидения, да, к имеющимся услуги интернет. Ну, и не секрет, что определенные тренды связаны с сокращением интереса к услугам фиксированной телефонии, да, вот такой комплекс услуг, предлагаемых в одном пакете, наше ожидание там в среднесрочной может быть перспективе, это в том числе в условиях такого снижения спроса на фиксированную телефонию, при, конечно, росте спроса, с учетом, конечно, поправок на проникновение, да, в Москве свыше 80%, но снижение спроса на фиксированную телефонию, вот такими интересными пакетами, позволит обеспечить домохозяйство по сути всем комплексам услуг, ну, и неким образом стабилизировать наше арпу. Что в итоге сейчас, не знаю, насколько знакомы сталкивались уже с нашим проектом именно с теми пакетами, которые мы предлагаем сейчас. Очень коротко об этом расскажу. По сути, сейчас абонент получает все четыре услуги, включая, ну, отдельно сверх, конечно, дополнительные услуги от одного оператора, все они привязаны к одному лицевому счету, это означает, по сути, единую точку контакта абонента с оператором, то есть по звонку в колл-центр, можно узнать сразу там баланс, все, что подключено, не подключено, доподключить, единая оплата, единый контроль расходов. По сути, появление мобильных услуг, здесь мы пошли по пути зеркалирования на мобильные услуги тех принципов, например, оплаты, которые у нас существуют в фиксированных услугах. Фиксированные услуги от МГТС оказываются, например, по кредитной схеме оплаты, соответственно, в данном случае в рамках пакетов все услуги, также включая мобильную, оказываются по кредитной схеме оплаты, с оплатой по факту пользования услугами. Ну и для привлекательности услуг, как я сказал уже в том числе и для стимулирования пользования и теми, и теми услугами, фиксированные мобильными, пакеты услуг для абонента достаточно интересные, о цифрах я чуть ниже скажу. При пакетировании мы исходили из принципов в принципе простоты с одной стороны, потому что на самом деле количество комбинаций возможных параметров четырех услуг, оно, наверное, даже сходу не посчитаешься, комбинация зависит не только от услуг, а еще от конкретных тарифных планов по каждой из услуг. Для простоты и восприятия абонента мы пошли по принципу достаточно четкого, однозначного пакетирования трех пакетов на основе оптической сети как говорится на вырост с минимальным параметром фиксированной телефонии, например, младший пакет, интернет по принципу больше пакет больше скорость, телевидение фиксированное тоже в младшие пакеты включены стандартные наши телевизионные услуги в SD-качестве в старший пакет включая HD-качество. Безусловно, каждый из услуг можно выбрать выбрав младший пакет да подключить дополнительные пакеты тоже HD-3D. Это, безусловно, все есть. И точно так же мы пошли по принципу оказания услуг мобильной связи. При этом, понимая, как я уже сказал, что интерес может быть дополнительный, что услуги всего домохозяйства, то есть всех членов семьи контролируется и централизованно оплачивается в одну точку контакта в одном счете, то, естественно, мы сразу предусмотрели возможность привязки расширения пакетов, в том числе несколькими сим-картами для каждого из членов семьи. Если фиксированная услуга на квартиру одна, то мобильных их несколько, это несколько различных сим-карт с разными номерами. В итоге, где-то месяц с небольшим назад мы вышли на рынок предложив вот такие пакеты на основе оптической сети на основе тех принципов, о которых я рассказал чуть выше. То есть сейчас здесь представлены характеристики фиксированных мобильных услуг, которые включены в эти пакеты. смена переход из пакетов в пакет достаточно простая от абонентов, плюс в любом из пакетов можно выбрать любую дополнительную услугу по каждой по сути из базовых услуг. То есть возможности расширения как внутри пакета, так и в рамках миграции между пакетами. MVDMGTS, ну это как бы тоже не секрет, реализованы на основе ресурсов МТС. Собственно здесь на данном слайде показаны те ресурсы, которые и технические, и технологические, и айтишные, и людские, которые задействованы в рамках оказания данной услуги. Соответственно все, что связано с сетью радиодоступа, сетевой инфраструктурой это МТС. Ресурс нумерации был собственно закреплен за МГТС, сейчас планируем расширять его. Продажа обслуживания, безусловно, использован активно опыт мобильного обслуживания МТС, но так как все же специфика, ну как минимум даже соотношение три к одному, да, то есть трех услуг фиксированных и одной-двум мобильным здесь с неким перекосом в сторону МГТС, плюс конечный биллинг это IT-система МГТС, то продажи и обслуживание мы выстраивали на основе компетенций и ресурса соответственно каналов продаж и обслуживания МГТС. Соответственно, ну, это уже наверное как следствие, да, то что конечный биллинг выставления счетов управления балансом осуществляется в биллинге МГТС и как следствие из этого, что CRM прием платежей, да, как тоже неотъемлемой части, тоже в итоге, в конечном итоге были реализованы на основе инфраструктуры МГТС. Ну, об этом поговорили, да, конечно. Ну, наверное, для завершения некие наши планы на будущее, как мы смотрим. Должно сказать, что проект завершен, был и проработан в основном в течение конца 13-го, 1-го, 2-го, 3-го кварталов 14-го года технологически. Мы сосредоточились именно на решении технических, технологических, юридических вопросов. Сейчас, соответственно, он в такой молодой стадии, стадии отшлифовки именно процессов продаж и обслуживания. Ну, безусловно, кроме того, что они будут дошлифованы, придет практика. Собственно, развитие этого проекта мы тоже рассматриваем, что как раз здесь ресурсы двух компаний будут направлены по сути в параллели работать на повышение привлекательности всего проекта. То есть параллельная работа коллег из МТС над развитием собственных услуг, над развитием собственной сети, она будет привносить и пользу абонентам нашего МВНО МГТС. Ну, и точно так же развитие наших услуг, нашей сети Джипон будет привносить со стороны фиксированной части привносить пользу тем абонентам, которые выберут этот пакет. Наверное, все. Спасибо. Спасибо большое, Андрей. Вы представили свой доклад о модели МВНО. Все-таки какую же модель инфраструктурную МВНО вы используете? Там достаточно их много. И, значит, вот чем все-таки ваши услуги мобильной связи отличаются от услуг МГТС, ой, от услуг МТС, потому что вообще-то цель не просто дать базовые услуги МВНО, а получить какую-то дополнительную прибыль, наверное, у МГТС? Ну, модель, наверное, она ближе к модели Лайт, ближе, скажем так, нельзя провести какую-то жесткую границу здесь, скажем так, Лайт немножко навырос, да. С услугами МТС мы, на самом деле, понимая, что интерес к нашим услугам проявят, в том числе абоненты, которые только услугами МТС пользуются, могут проявить интерес абоненты и других операторов. Соответственно, Value, как я одно уже упомянул, это со стороны фиксированных услуг, то есть, за счет привлекательного комплекса пакетов это увеличит проникновение. Это единая точка доступа, меня интересует вот, как мобильную услугу, что-то вы сверх того, что дает МТС, даете? На текущий момент, по сути, нет, мы не даем, не считая вот тех самых выгод от пользования комплексом услуг. Типункт, это пример, как в Дочи Телекоме, да? Приблизительно. Модель Типункт. Единственное, немножко была, скажем так, на другой стадии развития фиксированных услуг реализована, пожалуй, так. Спасибо большое, Андрей. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем трансляцию пятой международной конференции Managed Services 2014. Продолжение следует...